МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас совсем рядом. Окна выходят как раз на дома частные. И в безветренную погоду особенно можно увидеть и дымку, и запах от того, что топят углем. То есть есть такое неудобство. Похожие проблемы и в других районах Красноярска, в Минусинске, где печным отоплением пользуются тысячи жителей. В морозы стоит смог. К серому небу над головой люди уже привыкли. И ситуация повторяется из года в год. Что интересно, сейчас Красноярские частные дома и дачи занимают такую же территорию, что и многоэтажки. Это расчеты, представленные в генплане города. Но к 2033 году планируется, что доля многоквартирных домов увеличится примерно на четверть. И это логично, говорят специалисты. Ведь миллионный город и должен развивать прежде всего многоэтажную застройку. Кроме прочего, этому способствует и программа по сносу ветхого частного жилья. Сотни домов в Красноярске с собственными мини-котельными, вблизи которых задыхаются жители новостроек, планируется расстелить в ближайшие два года. На программу благоустройства краевые власти выделяют беспрецедентно большие средства. Индивидуальная жилая застройка будет заменяться, многоэтажная жилая застройка, на территории жилого района Николаевский, на территории жилого района Серебряный, это территория недалеко от БСМП, и территория улицы Шахтеров, вдоль улицы Шахтеров, жилой район Покровский. Эксперты говорят, в конечном счете, все это хорошо скажется на экологии города. На той же улице Волочаевска снесут больше 400 частных домов, а на их месте построят развязку. Это позволит распределить транспортные потоки, а чем меньше пробок, тем меньше выхлопов. Но этого, конечно, мало, говорят экологи, и краю нужен альтернативный источник тепла — газ. И теперь это не призрачные мечты, а конкретные перспективы. После встречи губернатора Виктора Толоконского с Владимиром Путиным два года назад началась разработка схемы газификации региона. Сейчас она находится на согласовании в «Газпроме» и в правительстве края надеются, что ее утвердят уже в этом полугодии. Газом смогут отапливаться современные коттеджные поселки, а также работать некоторые предприятия. Готовность уже выразил тот же Ачинский глиноземный комбинат. На газ в перспективе переведут и больше транспорта, а также сельхозтехнику. С одной стороны, это вопросы снижения выбросов в атмосферный воздух, поскольку понятно, что работа объектов теплогенерации на угле и на мазуте воздействует в разы сильнее, нежели если бы они работали на газе. Ну и то, что новые объекты промышленности, которые планируются создавать на территории Красноярского края, они тоже были уже ориентированы не на твердое топливо, не на мазут, а на природный газ. Конечно, это долгосрочный проект. На газификацию края уйдет несколько лет, но чистое небо над головой и свежий воздух того стоят, говорят краевые власти. Ольга Тишинина, Александр Ермошенко. Новости.